привет всем подписчикам рада вас видеть на своем канале в этом видео я расскажу про то как я начала новый процесс с африканкой уж очень у меня руки чесались прям думать ни о чем другом не могла вот смотрите дальше если вам это интересно вот я пыталась сделать органайзер сделала то есть я распечатала на принтере вот такой один листик потому что воскресенье типографии не работают уж очень хотелось начать но с ком ведь не могу вот сам органайзер я решила распечатать и просто приклеить пока клеила в общем процесс был интересный вот удобно с одной стороны символы процессе вышивки смотреть а с другой номера гамма по порядку чтобы вставлять искать быстрее было процессе вышивания разлился клей поэтому она такая мятая но я так и смыла водой гладить не стал вышивая без пялец вышила вот тут уже солнце такое солнце у меня теперь нет зато у меня есть относительно холод на балконе и кондиционер это мама подарила вот схемы я вам покажу на компьютере чтобы хорошо было видно вот так выглядит цветная схема символами я себе сделала очень нравится разнообразие цветов такая яркая и то что она на белой конве мне очень приятно посмотрите какие бабочки такие цветы зелень в общем здесь 40 цветов 39 и принципе цветовыми пятнами не сделаны поэтому вышивать будет не особо сложно я думаю почему я начала эту схему чтобы и бросила так сказать свою черную конву мне надоело вот это вот темное все депрессию гоняет а здесь такие яркие цвета нитки прям вообще в общем вчера мне вожжа под хвост попала и я решил начать новую вышивку до трех я ее тут чертила всю эту конву вот так я пол карандаша стерла скажу потому что все время надо подтачивать буквально линию проведешь и надо подтачивать сейчас покажу вот что у меня осталось карандаша совсем мало что еще сказать будьте осторожны с клеем разливается я вообще с клеем не могу работать у меня вообще все время разливается так же при подсчете количество расхода нитей я пользуюсь программой паттерн мекер таким образом сейчас расскажу ну вот то есть если мы посмотрим на расход нити это кнопочка 1 2 3 то здесь можно вот отсортировать по тому количеству крестиков которые схем встречается то есть я брала от меньшего к большему можно нажать показать в схеме и таким образом у меня подсвечивается красным цветом потом можно отсортировать по номеру цвета как я это делала когда отрезала нитку то есть мне попадался какой-то цвет я его здесь искала и смотрела примерно в схеме сколько он занимает то есть вот допустим этот номер него ему нужен один полный моток ну может быть чуть поменьше я смотрю примерно отрезаю себе метр или два ну больше двух ну больше двух не могу смотреть я попался мне в кучке там цвет какой-нибудь там другой и я его так же смотрю там крестиков мало ну здесь всех цветов по одному мотку по одному ну как бы ну да моток тот что продается в магазине а крестиков ну вот ну где-то 100 крестиков это уже ну как то так маловато вот процесс движется класс меня сейчас что то оснило какая же все таки красивая эта картинка я прямо тащусь столько цветов вообще супер то есть я досмотрю на схему прямо прямо у меня прет вот честно извините конечно что я так выражаюсь но столько цветов у меня цветотерапия ура ура ну вот такой у меня получился органайзер длина ниток метр примерно и для удобства при вышивке здесь есть значки вот они для удобства нанизывания ниток есть вот номера гамма оказалось что мне не хватает двух ниток вот 31,69 и 52,16 каким то образом они в общем наверное они у меня были отмечены как присутствующие но я их не нашла в своих запасах ну там немножко можно пока без них вышивать вот в процессе я кое-где и по три нитки здесь надевала ну в основном старалась потому что я не знаю я еще хочу проверить вот метровой пасмы насколько крестиков хватит конва у меня мелкая наверно 18 или 16 наверно 18 вот вот ну если смотреть по размеру значит вышивки то получается где-то 28 сантиметров на чуть побольше на 33 или 34 вот так вот я без пялиц пока буду вышивать у меня так быстрее получается как показала таежная речка опять таки кстати я ее закончила и жду вторника чтобы забрать рамку из багетной мастерской оформлять я у них не стала ну мне жалко денег потому что очень дорого такая маленькая картинка будет стоить сама рамка дороже самой вышивки в два раза еще плюс оформление получается вообще не выгодно ну не такая уж грандиозная работа чтобы ее оформлять там 500 рублей вот то есть где-то во вторник если я раньше не попаду вот мое пузико еще пока пузико вот если пузико решит родиться раньше среды то значит не судьба забрать и показать ну все равно всем желаю удачи и новых проектов и старых тоже вот я говорю я уже не выдержала просто не могу я на эту черную канву смотреть меня прям тошнит уже какая-то депрессия прям может конечно не от канвы но я решила вот новую яркую работу начать для меня вот прям начать вот прям пару крестиков и все и можно положить потом и пусть она лежит мне главное начать ну вот так вот если вам понравилось это видео или было полезным ставьте лайки и подписывайтесь на канал до новых встреч